Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 13 января и сегодня у меня день дегустации. То есть те зимние заготовки, которые я делала и снимала вам на видео, сегодня я продегустирую и выскажу свое мнение. Тем более, что вот эти вот, например, запеченные томаты я делала впервые в жизни, вяленые томаты я делала тоже впервые в жизни. И хочу рассказать особо подробно именно о них. Потому что про соленые томаты, про консервирование томатов вы знаете многие, а вот вялене и запечение томатов для заготовок на зиму у нас это еще менее распространено. И вот осенью я когда делала вот этот сорт казанова запеченный, вот я сейчас его открыла, вот он, видите, написано, когда 12 сентября. Вот прошло ровно 4 месяца, я его не пробовала, ни его, ни вяленые томаты. Ну, я это делала по своим причинам, из-за диеты, потому что я старалась соль не употреблять, делала оздоровительную программу по снижению веса. Ну, вот сегодня, я уже смотрю, 4 месяца прошло, и я решила, что нужно все-таки попробовать и посмотреть хотя бы, какое качество продукции стоит ли на будущий год делать. Потому что осенью, когда я делала вот эти запеченные, мне они очень понравились. Вы, наверное, видели, я их показывала на листу. Вот лист, приготовив один, я пока складывала в баночку, я по пол листа точно съедала. Мне понравилось это блюдо тем, ну вот когда оно было свежее, тем, что после термической обработки в духовке, вот эта вот кислотность, которая присутствует у нас в томатах, и которую не все желудки у нас выдерживают, особенно у людей пожилого возраста, она исчезает, то есть они именно запекаются, и это не солонина, это не какая-то закуска, а это полноценное блюдо. Вот сегодня я открыла эту баночку, сейчас я покажу вам. Вот она у меня баночка, я открыла, я их выложила. У меня масла здесь получилось немного, намного меньше, чем у томатов вяленых, потому что у запеченных томатов, у них, мы их не готовим до такого состояния, что они сухие. Это не какие-то, как вот вяленые едят некоторые, как чипсы к пиву или еще что-то, а это именно вот такие вот, смотрите, они, видите, как у них мякоть, их сохранена, вот эта мясистость, вот она мяско, и это именно, я еще раз напомню, это не закуска, а прям полноценная еда. Вот я открыла банку, пока я выкладывала, я половину банки съела, и мне они показались такими же вкусными и свежими, как в день приготовления, то есть 4 месяца хранения под железной крышкой, нисколько не сказались. Там уже были комментарии осенью про бутулизм, что вот под железную крышку опасно. Вы не забывайте, что бутулизм может быть в банках только там, где нет уксуса и где нет вот этой кислоты. Я уксус, конечно, не добавляла, но в томатах своя природная кислота, которая является консервантом. И бутулизм здесь вряд ли, я думаю, может быть, потому что это то же самое, как мы лечо закатываем, как закатывают некоторые томаты вообще без уксуса. Делают консервацию. Томаты сами себя своей кислотой, кислота и соль, вот это консерванты, которые помогают нам сохранить. И вот смотрите, оно и на вид даже мне нравится. Вот этот чесночок я пересыпала слои давленным чесноком, потом хмели-сунели. Кто хочет, я ссылку к этому видео помещу, как я делала в сентябре. И вот эти вот томаты запеченные меня не разочаровали и зимой через 4 месяца. На будущий год буду очень много делать такого, потому что я сейчас вот попробовала. Я от солонина отказываюсь, потому что сильно много соли нельзя уже нам в таком возрасте. Но вот это именно не солонина, а это полноценное блюдо. Его можно, я вот сейчас поела и я почувствовала, его можно скушать как гарнир, например, с куском рыбы, или с котлеткой, или с взбивной. Вот что вы готовите. Сделать сложные гарниры, например, половина гречки, половина вот этих томатов. Или если вы мучное употребляете, очень хорошо сочетается с лапшой. Еще также, при приготовлении пиццы, смотрите, вот эти казанова, вот они вот эти вот полоски, они прям сами просятся. Идеально, пожалуйста, пиццу делайте, устелите вот этими вот кусочками, лепешку свою. Они, во-первых, эластичные, но они уже не рвутся. Это лучший вариант, чем замороженные томаты, или чем солеными укладывать. Они именно, что в них нет много соли, и они не солонина, они не разваливаются. Вот такое блюдо очаровательное. Это уже не свежие, но еще не сухие, не вяленые, не соленые. Тут можно фантазии вообще бесконечно. Можно делать трубочкой, гарниру добавлять. Они такие вкусные, мясистые. Не все сорта, конечно, подходят для приготовления вот таких вяленых томатов. Но когда я вялила, я там все рассказывала, какие томаты подходят, как я их готовила. Кто захочет, ой, извините, кто захочет на будущий год приготовить, можно вот старое видео посмотреть и все это поинтересоваться, как сделать. Ну, очень вкусно. Не знаю, как к кому, я вообще солонину не люблю, сразу говорю. Но вот эти томаты, мне они как осенью понравились запеченные. Теперь я фанат томатов запеченных по-провански. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok